Всем привет, дорогие друзья! Сегодня я расскажу о том, как многие гуру тренинга пытаются впарить фуфло своим клиентам. Присаживайтесь поудобней, будет интересно и возможно даже немного бомбяще. В общем, поехали! Безумные кроссфитеры и тренера-круговики. Сейчас, кстати, этого намного меньше стало. Но я помню, как году так в 2015-2016 изворачивались все, кто хоть как-то хотели подороже продать свою методику. Как раз в то время кроссфит был на пике своей популярности. Сколько же тогда в залах было безумных адептов этого направления? Все таки стремились превратить тренировку своего клиента в настоящий ад, после которого человек не может даже до дома доползти. И ладно, когда подобным занимаются опытные атлеты с большим тренировочным опытом, но многие просто давали неадекватные по объему и интенсивности кроссфитерские извивания новичкам. Да-да, приходит такой человек себе без опыта и без понимания техники, а ему сразу дают комплекс из 10 упражнений, из которых половина технически сложные движения, типа приседа, тяги и подтягиваний. Его заставляют делать это все без отдыха и еще и в несколько кругов. Я думаю, не стоит говорить о том, что это все вредно для здоровья и что прогресс от такого будет только в кошельках. Таких вот горя тренировок. Почему-то у многих до сих пор есть стереотип, что чем больше вы убиваетесь в зале, тем более выраженный ваш прогресс. Якобы если делать упражнения без отдыха, то ваш жир будет гореть, как в доменной печке. Спешу вас огорчить. Те кроссфитерские тренировки, которые продолжаются, как правило, не больше 30-40 минут, не способны сильно что-то там сжечь, кроме конечно же вашего здоровья. Ключевой фактор это питание, как бы банально это не звучало. Часто бывает так, что человек отпахал до потери пульса и сознания, выйдет с зала и по дороге домой заточит шавуху, а потом придет домой и еще бахнет чего-то калорийного на ночь. Конечно же ничего спалить он таким образом не сможет. Если рассматривать тренировки в зале в качестве жиросжигающих, то тут главную роль играет именно объем, который выполняется за тренировку. Очень хороший показатель это тоннаж. К примеру, суммарный тоннаж в 7 тонн за тренировку будет более эффективен, чем 5 тонн или 3 тонны или меньше еще. Тут стоит также учесть какую группу мышц мы тренируем. Понятно, что тренировка ног и спины будет более жиросжигающей по своей природе, ведь это крупные мышцы и они тратят больше энергии. Конечно, понятие жиросжигающая тренировка это условное понятие, но все-таки объем тренировки может влиять на скорость потери вашего веса. Хотя конечно же ключевой фактор, повторюсь, питание и растить тренировочный объем до бесконечности тоже нельзя. В общем, думаю, суть понятна. Кроссфит обычным обывателям нафиг не нужен, ибо вы рискуете похоронить свой опорно-двигательный аппарат и свою сердечно-сосудистую систему. Касается кроссфита, то я знаком с этим видом соревновательной деятельности и все, что там делается, это вообще полное вредительство. То есть нормальный человек, если будет выполнять упражнение с кроссфита, он получит сильнейшее закисление, потому что много мышц работают, упражнения все такого скоростно-силового характера. Закисление будет ужасно. Кроме того, и швырный координацион, значит травмы еще могут быть. Поэтому нормальным людям туда лучше вообще не идти. Не подумайте, я нормально отношусь к кроссфиту как к соревновательному направлению и иногда могу даже что-то там глянуть, какой-то отрезок с какого-нибудь турнира. По-своему интересно за этим наблюдать, однако это не имеет ничего общего со спортивным долголетием и вашим здоровьем. Да, круговые тренировки можно делать, если вам так уж хочется, но это не должны быть все тренировки до потери пульса и это не должны быть хождения на максимум каждую тренировку. Иногда я сам могу для разнообразия сделать такую трению. Это все в пределах разумного, без отказных подходов и подходов до потери пульса. Тут я разобрал более чем понятней. Кроссфитерские тренировки для большинства людей не имеют смысла. Жиробилдеры до мозга и костей. Тренера-жиробилдеры не редкость в наше время. Я сейчас ни в коем случае не говорю про матерых лифтеров или тяжелых атлетов, а также тренеров в возрасте. Нет, сейчас речь про фанатиков жрать все и вся в неадекватных количествах, которые считают, что занимаются бодибилдингом, но на деле их бодибилдинг это обычный жиробилдинг, где набор мышцы жира перепутали местами. Бытует мнение, что чтобы расти нужно обязательно поглощать пищу в каких-то неадекватных количествах. Мало того, надо еще и фигачить килограммы сладкого на ночь и запивать все это молоком. Конечно же от такой диеты вы рискуете разбомбить ночью всю свою родню и соседей на два этажа ниже и выше и устроить всем газовую камеру. Я сам как-то раз был свидетелем того, как один подобный тренер адепт жиробилдинга советовал своему подопечному после тренировки поесть макаронов с хлебом и все бы ничего, но тренировка была вечерняя и на часах уже было около 10 часов. То есть пока человек закончит трению и придет домой может уже быть 11-12 часов и фигачить макарошки с хлебушком на ночь это так себе затея. Тем более если человек уже имеет лишний вес и он пришел для того, чтобы похудеть. Когда-то я тоже был подобным жиробилдером. Тренировался я тогда, как правило, в позднее время, а после тренировки уничтожал все запасы в холодильнике. Конечно же неудивительно, что в свои 20 я выглядел лет на 35, весил под сотку жироводяных килограмм. Далее тогда была шо-аномалия. Ручонки были как спичечки. Конечно же сейчас я подобным не страдаю и форма моя в разы лучше. Если нужно привести себя в форму, можете обращаться ко мне за консультациями. Помогу с тренировками и питанием и отвечу на все ваши вопросы за адекватную цену. Фанаты божественных упражнений. Вы наверняка знаете одного из главных любителей божественных упражнений. У него что не упражнение, то какое это божество, которому надо поклоняться при любой возможности. Вообще незаменимых упражнений просто не существует. Да, есть действительно хорошие упражнения, но вот прям чтобы упражнение было незаменимым, такого не бывает. К примеру тот же жим лежа можно спокойно заменить жимом гантелями и вы будете прогрессировать, если при этом у вас будет адекватный тренировочный объем и адекватное питание и восстановление. И конечно же рост рабочего веса. Возьмем к примеру присед. Я очень уважаю это упражнение и всегда на ноги в основном делаю только его. Но это не означает, что присед ничем нельзя заменить. Бывают те случаи, когда ну нельзя человеку просто приседать, есть противопоказания. Если вы будете делать жим ногами и растить там рабочий вес, то без проблем спрогрессируете. Да, упражнение далеко не самое лучшее в плане практичности, особенно когда работаешь с большими весами и потом все это нужно разбирать и разносить по залу. Это тот еще ад и безумие. Но если присед по какой-то причине нельзя делать, а жим ногами можно, то логично все-таки поделать жим ногами или поделать, допустим, разгибание. Тоже и с подтягиваниями. Отличное упражнение на спину, но это не означает, что только это упражнение растит ваши широчайшие. Есть десяток других упражнений, которые позволят вам это сделать. В принципе незаменимых упражнений не бывает. Бывают, конечно, крайние случаи, когда многие тренера выдумывают свои собственные упражнения. Иногда это все выглядит как изгнание беса и непонятно для чего вообще это упражнение было создано. Тут дело в том, что каждый тренер, отчасти еще и маркетолог, и хочет подать свое упражнение в красивой обвертке. Согласитесь, присед, жим, тяга, это все как-то банальненько уже устаревшее и уже все знают эти упражнения. И нужно немного все разукрасить, чтобы это упражнение смотрелось действительно максимально презентабельно. Помню выпуск на канале Спортфаза с Майком и Херном, он там показывал такую лютую дичь на ноги, от которой вашим коленям скоро должен прийти кирдык. Так это именитый титулованный спортсмен и блогер с большим опытом тренировок, и он вещает на широкую аудиторию вещи, которые способны травмировать человека. Представьте, сколько в залах подобных изобретателей, которые выдумывают велосипед. Лишь бы это выглядело как какое-то новое упражнение, которое изобрели британские ученые совсем недавно. В своей тайной лаборатории. Тренера-барыги и сетевики. Я уже говорил в своих видео о том, что у многих есть контракты с брендами спортивного питания. Это касается, как правило, известных фитнес-блогеров. Однако рядовые тренера промышляют добротно и другими вещами. Многие тренера по совместительству являются заядлыми, барыгосами, фуфлоталкогосами и стремятся впарить людям всякую дичь. Очевидно, что они имеют свой процент со всего этого, а некоторые вообще просто перепродают препараты, купленные в других магазинах. В отдельных случаях тренер сам может являться владельцем магазина. Это такой выгодный симбиоз. Ты тренируешь и тут же впариваешь свои препараты, которые непонятно где сваренные. Многие тренера открыто сажают своих клиентов на химию. И ладно, когда речь идет про случаи, при которых человек ставит перед собой высокие амбициозные цели и хочет выступать на соревнованиях высокого уровня. Но таких случаев, к сожалению, меньшинство. Вот сколько вы видели в зале людей, которые химичат, чтобы много поднимать и побеждать на соревнованиях? В большинстве случаев все сводится к тому, что человек без должного опыта начинает принимать препараты по совету своего тренера или знакомого или еще кого-то, кто толкает фарму. Я даже знаю случай, когда одному моему знакомому тренер посоветовал химичить сразу после того, как тот переступил порог тренажерного зала. Да и не просто химичить, а сразу бахнул ему связку с двух препаратов. Тест и метан. Да-да, я, если что, не Алешка Шредер, чтобы включать дурачка и делать вид, что я не знаю, как называются основные препараты. И слово фармакология я могу произнести правильно, с первого раза, без ошибок. По этой, по фармакологии? Даже человек не знает, как это произносится нормально. Как его не проверить? Фармакология. Фармалейговый. Так вот, представьте картину. Человек приходит тренироваться в зал, а его сразу же сажают на курс, еще даже не научив правильной техники, еще даже не наработав хоть какое-то подобие нейромышечной связи. На тебе сразу два препарата и будет тебе счастье. Некоторые даже 3-4 препарата предлагают использовать просто рука-лицо. Конечно же, при таком подходе человек надолго в зале не задержится, по понятным на то причинам. Бывают еще сетевики. Этакие адепты сетевого лох-маркетинга, которые продают никому не нужную продукцию по завышенным ценам. Самая популярная сетевая лох-контора, это NL International. Бывают и другие, но суть их довольно проста и, в принципе, всегда одинаковая. Есть какая-то безделушка, типа чудо-овсянки, которая лечит все болезни на свете и сделает вас настоящим воином Спарты. Мне тоже довелось столкнуться с одним из подобных любителей впарить говно под видом золота. Уже не помню, как называлась продукция той фирмы и не помню вообще, что это была за фирма, но это была какая-то волшебная коралловая вода. И пытался мне ее впарить тренер, который сам выглядел никак. Ссылаясь на то, что данная продукция очень хорошо поможет мне поднять мою продуктивность в зале и позволит прогрессировать космическими темпами. Конечно же, я не повелся на все это, ведь уже тогда презирал сетевиков и их методы по впариванию сомнительной дичи втридорого. И понятно, что в эффективность коралловой воды я не особо тогда верил. Универсальные программы тренировок. Подобные гуру бодибилдинга считают свою программу самой лучшей, которая идеально подойдет всем. Да что уж там говорить. Есть даже программы криптонцев, способных сделать вас несокрушимым суперменом. Некоторые не очень честные натуральные атлеты вообще толкают всем одинаковые программы тренировок, в которых даже нет периодизации, просто тебе набор упражнений, подходов и повторений. Все, и одна программа для всех, якобы она самая лучшая, ведь ее автор имеет опыт в несколько сотен тысяч лет, и на нем она работает просто мегаэффективно. Это полная чушь. То, что сработало на одном человеке, не факт, что сработает на вас. Ведь все люди разные, все имеют разное здоровье, разную предрасположенность к росту, возможность переносить нагрузку у всех тоже разные, и еще куча других факторов. Про этот пункт я обязательно сделаю еще отдельный обзор, ведь тут можно много чего наговорить, и тема действительно очень важная, интересная и объемная. Вот такой вот получился ролик. Как видите, толкателей фуфла среди тренеров хватает сполна. Я обязательно буду и дальше разоблачать популярные фитнес-мифы. Конечно же, про все сказать в рамках одного видео я не смогу. Мифов действительно нереально много, так что оставайтесь на связи. Будем периодически вызывать подгорание у многих фитнес-фуфлагонов. Всем удачи, до новых встреч, увидимся! Субтитры сделал DimaTorzok